Эта церемония должна была пройти более 70 лет назад. Пожелтевшие наградные листы и медаль за отвагу. Затерявшиеся награды получают дети ветеранов, уже пожилые люди. Родные Владимира Попкова, командира 402-го истребительного полка, узнали эту историю от его сослуживцев. Сам летчик не вернулся с фронта. Как в 43-м в небе над Кубанью он сбил 12 вражеских самолетов. Сражался до последнего. Вместе с поисковым отрядом они восстанавливали картину тяжелых боев. Рассказывали очевидцы, дедушка туда ездил, вот через 10 лет. Там, говорят, все небо было в самолетах. Бои были бесконечные. Летчик мог сделать 5 вылетов, попадал в один и тот же бой. Там просто был какой-то кошмар. Из военкоматов, где сегодня восстанавливают историческую справедливость, в годы Великой Отечественной уходили на фронт. Миллионы бойцов. Содержать документацию в идеальном состоянии тогда было невозможно. Наградные листы не успевали за отступавшими и наступавшими частями. По данным историков, заслуженные медали и ордена до сих пор не получили десятки тысяч человек. Теперь каждый может узнать ранее неизвестную героическую историю своих отцов и дедов. На сайте Минобороны выложены документы о всех неврученных наградах. С 2010 года разыскано около 700 неврученных наград. И с 2010 года ежемесячно мы фактически разыскаем неврученные награды и вручаем им, их родственникам, даже иногда и живым людям, которые еще живы. Благодаря онлайн-архиву семья красноармейца Григория Шарова узнала, как он, освобождая Прибалтику в одиночку, пошел на вражеский пулеметный расчет. В одной руке штык, в другой граната. За это сегодня он награжден орденом Красной Звезды. Люди, когда пришли с войны, очень многие об этом не говорили, потому что такие ужасы. Если героев нет в живых, родственникам по закону вручают не саму награду, а удостоверение с подписью президента страны. Орден Отечественной войны первой степени командира самоходного орудия Николая Гринева затерялся в госпиталях. Всего за день до победы в его машину попал снаряд, когда она прокладывала путь для батареи. Раненые ноги чудом удалось спасти. Я думаю, что я бы перед ним упала на колени и целовала ему руки. Почему? Потому что орден этот омыт его кровью. И долгим лежанием в госпитале. Когда хотели ампутировать ноги, он сказал, я лучше пусть ногами умру. Ну, мальчишка, 20 лет. Связного Николая Золотарева награждают за подвиг во время боев в Крыму. Вышла из строя рация. Огонь противника был настолько сильным, что встать было невозможно. А он побежал и доставил сообщение командованию. Сегодня по состоянию здоровья прийти не смог. Родные передадут ему медаль за отвагу. Редактор субтитров А.Семкин